«Бой с тенью» – так звучно называется упражнение, которое Даниил проделывает каждый день. Вырабатывает, как говорит, скоростную и силовую выносливость. Довольно изнуряющая тренировка. Впрочем, для схватки с реальным противником этого мало. Нужны ещё точные удары и умение работать головой. Важность этих способностей воспитание клуба «Ермак» ещё раз доказал на чемпионате России по французскому боксу, который прошёл в Санкт-Петербурге. «Финальный бой был очень сложный. Судьи были, можно сказать, необъективными. Делали замечания на каждом шагу. Так что пришлось набирать очки и потом просто уходить в глухую защиту. Очки набираются за технику, за точные удары». Противник был серьёзный. Как говорят спортсмены, в северной столице, пожалуй, одна из сильнейших школ французского бокса «Сават». Но тактика сработала. В категории юношей вес 60 килограммов, Волокжанин вышел победителем. На Вологодчину 17-летний Даниил вернулся чемпионом России. Так сказать, реванш. На последнем декабрьском первенстве он занял второе место. Упорство и верность спорту, как-то юноша даже продолжил бой, несмотря на травму, сделали своё дело. А ещё, конечно, тренировки. И это несмотря на сложные условия, в которых оказался клуб «Ермак». Здание клуба «Ермак» пустует уже около полугода. Помещение на пути из К-1 признали аварийным. В конце ноября, в начале декабря отключили все коммуникации, тренировки прекратились. Воспитанникам клуба приходится заниматься на разных площадках города и района. И порой весьма неприспособленных именно для французского бокса, говорят специалисты. А ведь этот, пусть и не олимпийский вид спорта, необходимый для сотрудников силовых структур, говорит президент региональной федерации французского бокса. К тому же в списке воспитанников клуба «Ермак» за 15 лет накопилось немало спортсменов, которые успешно защищали на различных соревнованиях по савату честь Вологодчины. У нас первый в России заслуженный мастер спорта, первый в России по французскому боксу «Сават» – это воспитанник спортивного клуба «Ермак» Алексей Сачивка, который в данный момент майор спецназа «УФСИН» в Архангельске. Это наш парень, который первый разряд здесь у нас в Вологодской области получил спортивный. По молодежи он стал чемпионом Европы, по молодежи он стал чемпионом мира. Вот и с майского чемпионата России не только Даниил вернулся с наградой. В копилку клуба добавились один бронзовый и два серебряных приза. Последний в категории взрослый завоевали Роман Понапраснов, который уже однажды выиграл первый этап чемпионата мира, и Евгений Майоров. Дальше продолжаем тренироваться, готовиться, улучшаем технику, удары. Хотим достичь уровня, то есть Алексея Сачивка, чемпиона мира. Правда, пока планы придется отодвинуть. Роман и Евгений в ближайший год собираются провести в армии. Даниил тоже будет в каком-то смысле служить родине, защищать честь России на чемпионате мира. Во Францию Вологжанин поедет в июле. Для наиболее эффективной тренировки придется отправиться на сборы в Санкт-Петербург, где есть подходящие условия. Дарья Анфиногенова, Николай Замараев, Новости Вологды.